С начала следующего года в Казахстане расширится перечень бесплатных лекарственных препаратов. В список вошли около трехсот наименований. Совершенствование амбулаторного лечения помогает и цифровизация здравоохранения. Электронный формат способствует врачам и пациентам избежать бумажной волокиты. Подробнее расскажет Майра Дусимбаева. Перечень бесплатных медикаментов на следующий год был дополнен новыми препаратами с доказанной эффективностью. Так в список вошло 274 наименования для 48 групп заболеваний, среди которых есть и болезнь Вехтерова. Кроме того, в перечень отдельно выделены препараты для пациентов с формами злокачественных новообразований, ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Также добавлены современные лекарства для лечения ишемической болезни сердца. В каждом регионе есть аптеки, которые определены для того, чтобы отпускать эти препараты бесплатно. Например, в каждом регионе есть 3-4 аптеки, куда пациенты сами знают, их направляют врачи, когда выписывают рецепты. В какую аптеку подойти и получить этот препарат. В рамках внедрения обязательно социально-медицинского страхования перечень этих аптек будет расширяться. Кроме того, в Казахстане уже начали активно пользоваться электронными рецептами. В рамках цифровизации системы здравоохранения все медицинские организации страны перейдут на безбумажный формат введения документации. Сейчас такие рецепты используют около 18 тысяч человек. Для удобства пациентов лекарства могут выдавать сроком до 3 месяцев. На текущий момент, если смотреть на статистику, по первому направлению более 80% медицинских организаций уже внедрили у себя медицинские информационные системы. По оснащению компьютерной техники примерно 70% уже готово. По подключению к сети интернет оснащение у нас около 55%. По словам врачей, электронные рецепты помогли уменьшить бумажную волокиту и улучшить мониторинг лекарств в аптеках населенного пункта. Наша поликлиника перешла на электронные рецепты в 2013 году. Один из плюсов этой системы в том, что даже если пациент потеряет бумажный рецепт, он сможет получить лекарства в аптеке по своему ИИ. Также система помогает вести мониторинг препаратов. Благодаря ей мы знаем, какие лекарства есть в аптеках. Информацию о новом перечне бесплатных лекарств можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.